Дорогие друзья в Фейсбуке, приветствую вас! Во имя Иисуса Христа, пусть вас Господь благосовит, пусть Он коснется вас, пусть Бог перестанет для вас быть мифом, Бог станет пусть для вас реальностью, личностью, которая слышит, помогает вам, ведет, заботится, любит вас и хранит вас. Аллилуйя! Еще раз всех приветствую, пусть вас Господь благословит, и прежде чем я буду говорить проповедь, я хотел бы рассказать, сказать такое слово, что, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, когда мы открываем Библию, Библия – это Слово Божье, то у нас есть привилегия слышать Бога через нее. Давайте не будем читать просто Библию, просто, вы знаете, для галочки, «О, я прочитал сегодня Библию, классно!» Давайте вот всегда, когда мы открываем Слово Божье, мы будем слышать Господа, что Он хочет мне сказать, от чего Он хочет меня спасти, предостеречь, что Бог хочет подарить и открыть мне. Просто представьте, вы нуждающийся человек, вы в нужде, и вы просите, «Господь, Господь, помоги мне! Господь, я нуждаюсь Тебе!» И вы просто представьте, Господь, Он же слышит людей, и Он тебе может через Слово Свое, через Библию сказать, как тебе выйти из нужды и обрести то, что по праву тебе принадлежит, порция. Как я уже раньше говорил, когда ребенок рождается в семье, для него есть и одежда, для него есть и еда, для него есть любовь, для него есть все. Почему? Родители о нем позаботились. Вы думаете, что вы родились в Царство Божье, и у вас нету одежды, у вас нету еды, у вас нету любви, у вас ничего нету, и Бог забыл о вас. Это неправда. Бог вас очень сильно любит. Но чтобы услышать Бога, нужно перейти на сторону духовного мира. Потому что Слово Божье, ее автор, Дух Святой, если мы хотим слышать Слово Божье, оно может прийти через откровение, через открытие. Вот я читаю какое-нибудь Слово Божье, и вдруг мне открытие происходит, как у ученых. Они ищут какую-то формулу, ищут и не могут найти, и вдруг открытие их осеняет. Вау! Вот оно! И все. Пишется новая формула, и пускается в производство, и все люди благословлены. Поэтому, когда открываете Библию, настраивайтесь, говорите Дух Святой, я готов слышать тебя. Боже, ты знаешь, что у меня есть много нужд, у меня есть разные ситуации, и я прошу тебя, помоги мне из них выйти. И вы знаете, я вот хочу вас также ободрить, что когда ваши проблемы решаются, и когда все ваши проблемы решатся, вы не забывайте про Бога. Вы продолжайте Его благодарить. Знаете, как в притче о десяти прокаженных. Десять прокаженных. В Библии была такая притча. Стояли вдалеке и кричали. Наставник, помилуй нас! Они кричали громким голосом, Библия говорит. Они кричали к Иисусу, потому что они знали, что если они докричатся до Него, Он услышит и поможет. У Него точно, если Он услышит нас, то только Он может помочь нам. И вы знаете, что? Он сказал им, что вы хотите? Мы хотим исцеления. И знаете, что Иисус сказал? Идите к священнику и покажитесь. Иисус нарушил, можно сказать, закон, так как прокаженным нельзя было появляться в обществе. Но так как это сказал Иисус, Он за это отвечает. И когда только они послушали Слово Божье, они пошли к священнику, а они очистились. Видите? Слово Божье, послушание Слово Божьему творит чудеса. Мы думаем, это нелогично. Слово Божье, оно не работает сегодня в современном нашем мире. Еще как работает? Еще как работает? Если у прокаженных сработало, и у нас тоже сработает. И вы знаете, что они, видя, что они очистились, написано только один из них, из десяти человек, один вернулся к Иисусу. Знаешь, когда решаются все твои проблемы, что ты дальше делаешь? Просто реально у тебя все проблемы решены. Что ты дальше будешь делать? И написано, что из десяти только один вернулся к Иисусу. И написано, интересно, интересно, хваля Господа, да, громким голосом. Громкий голос он умеет только просить. А почему бы нам громким голосом не хвалить Господа, когда все наши проблемы решены, когда мы живы-здоровы, когда Бог ответил на все наши молитвы, почему бы нам в этот момент теперь не заняться прославлением Господа, благодарением Его? В этом есть сила. И вы знаете, Иисус задал очень интересный вопрос. Он спросил, а где остальные? Девять. Почему они не пришли воздать славу Богу? А где они? Они уже грешат. Они же теперь здоровые. Раньше же нельзя было классно грешить. У них такое ограничение было. А как ты нагрешишься, если ты прокаженный, ты не в обществе, ты в какой-то пещере должен сидеть, у тебя все органы отпадают. Как ты будешь грешить? Какое удовольствие ты получишь от греха? Ну, представь, у тебя все органы новые, у тебя кожа новая, ты просто реально хорошо, отличное самочувствие. И у тебя такая первая мысль, куда бы мне пойти? Ну, бар, например, пойду. И вот куда они все разошлись? Куда? Ну, домой кто-то. Кто куда? Но один только вернулся к Иисусу. Поэтому, когда Бог все ваши нужды решит, возвращайтесь к Нему. Вы говорите, что да, спасибо тебе, Иисус, что ты решил мои все нужды. Я к тебе пришел просто, чтобы быть с тобою, благодарить тебя. Все. Ты все мои нужды решил. У меня все классно. Вот как Давид. У него были периоды в начале его пути. Он скитался по пещерам и ущельям. И бегал, как пес. Знаете, отлавливали. Как зверя хищного отлавливают. За ним охотятся, бегают. Отряд спецназа. Но пришел момент, когда все в его жизни было наоборот. Он стал царем. И написано, я лежу на ложе своем, во дворце. Куча золота, куча побед. Бог реально действует. Все классно. Все отлично. И вы знаете, что Давид? Он говорит, с утра я прославляю Господа. С утра все нужды мои восполнены. У меня денег, сколько ни у кого не было. Никто столько не помечтает. У меня все классно, но мое сердце не испортилось. Ответ на молитву может испортить человека. Я вам объясню, как. Вы думаете, что если Бог ответит на все ваши нужды, вы станете хорошим человеком. А я вам скажу, что лучше бы Бог на некоторые ваши молитвы не отвечал. Например, человек молится. Ну, послушайте, и я также молился этими молитвами, и тоже молюсь. Господь, дай мне хорошую работу. Братья и сестры, помолитесь, чтобы Господь дал мне хорошую работу. Я хочу тоже хорошую работу. Хочу, чтобы она была в два раза еще больше, или в три раза больше, и чтобы она была в три раза легче. Понимаете? Вот представьте, да? Молится брат. Братья и сестры, молитесь, пожалуйста. И мы такие все молимся за брата. Брат Икс, например. Мы молимся, Господь, дай ему хорошую работу, дай ему учебу денег, дай ему хорошую зарплату. Получает он работу, и его нету. На молитве нету, в церкви нету. Где? Он работает. У него теперь объемы. У него теперь надо выходить. У него теперь надо все пропускать. А как же Бог? А Бог подождет, Он же вечный. Да если получил лучшую работу, значит, два раза больше десятину я приношу в церковь. Я уже не говорю о десятине, о детском саде. Я 20% даю. Я даю больше приношений. Я, значит, больше молюсь. Я больше славлю Бога. Я больше свидетельствую. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь отображала славу Божью. Итак, тело проповеди будет называться «Верить Богу». Знаете, есть огромная разница между верой в Бога и верить Богу. Так я тему и назвал, что верить Богу. Очень много сегодня ученых приходит к такому заключению, что Бог есть. Через ДНК. И никто теперь не сможет это опровергнуть, потому что открытие есть, документация есть. И открытие ДНК перевернуло все, весь мир. И понимают, что там уже заложено кем-то генетически и так далее. И поэтому множество ученых, атеистов, которые просто не верили в существование Бога, признают сегодня, что кто-то есть. Есть Бог, есть Создатель, есть Закономерность, есть Творец. Они не знают, кто Он. Но они перешли от неверия к вере. Веря в Бога. А у меня такой вопрос. Сегодня очень много людей, особенно, вот знаете, вот в России. Вот еще недавно был Советский Союз. Люди, никто не верил в Бога. Бога нету. Мы от обезьяны. Вот. Покажи нам Бога и так далее. Как пришло, знаете, падение Советского Союза. Вдруг все одели кресты себе. Вдруг все оказались верующими. Ты думаешь, как это? С чего это они стали верующими? И вы знаете, что есть очень огромная разница, когда человек верит в Бога, и он говорит, да, я верю в Бога. И большая разница, когда он верит Богу. Потому что вера в Бога никакой ответственности не несет. Я просто верю в Бога. Да, я верю в Него. Знаете, Библия говорит, послание Яков пишет, что и бесы веруют и трепещут. Ты веришь в Бога? Слушай, ну ты ровно на уровне бесов. Они тоже верующие. И если ты спросишь, бес, подойди сюда, ты скажи вот правду мне. Ты веришь в Бога? Он скажет, честное слово, верю. Вижу его. Очень много страдаю из-за этого. А у дьявола спросите, у самого, знаете, щадия зла, отец зла, корень всех зол, черное, вот это все, что связано, это он. Спросите, а ты верующий? Он скажет, да. Я его видел. Я был на святом месте. Я был с ним. Я слышал его слова. Но вера в Бога помогает дьяволу или бесам? Нет. Они его ненавидят. Они не могут опровергнуть. Они ничего не могут поделать, потому что Господь есть Бог. И он будет всегда. И он на троне. И его невозможно скинуть. С трона он будет управлять всегда, всем. Но они не могут это опровергнуть. Они могут ненавидеть. Они свое отношение, при том, что они верят в Бога, они свое отношение показывают Богу негативно. Они, знаете, я вам скажу, весь темный мир обижен на Бога. Когда человек обижен, послушайте, это очень серьезно. Вот вы говорите, Бог, сегодня ты мне на собрании что-нибудь скажешь или нет? Я вот сейчас тебе говорю. Вот это точно тебе от Бога. Если ты обижен, то у тебя пошел процесс разложения. У тебя уже горький корень внутри. И он будет расти. Это растение будет расти и захватывать. Еще пока не поздно. Тебе нужно с обидой разобраться. Отказаться от нее. Потому что обида это решение. И дьявол, он обижен. Он обижен. А на что он обижен? На то, что Бог его изгнал. Слушайте, вопрос такой. Если к вам в дом кто-то вломится, что вы будете делать? Ну, что вы будете делать? Вломится кто-то к вам в дом. Вы что скажете? Добро пожаловать. Да, бери мои имущества, бери. Забирай все, документы забирай. Можешь там что-то сделать, разбить мне может что-нибудь. Ты вызовешь полицию, скажешь, охрана, полиция, быстрее сюда. Здесь нападение. Арестовать. Даже если к вам кто-то из животных забегает в дом, вы что делаете? Кыш отсюда. К нам забежала мышка. А потом еще и кот. И никто из них не остался дома. Всех прогнали. Нечего им жить у нас. Их жить там. И дьявол, он обижен. И вот когда человек обижен, это означает, что дьявол заразил его вирусом. Потому что дьявол очень сильно обижен. Когда человек обижен, у него тоже есть сила. У обиды есть очень сильная, разрушительная сила. Вы поверьте, что самая великая сила, это сила любви на этой земле. Но есть еще, как бы, уже не на первом месте, а ниже. Это сила обиды. Она проявляется в ненависти. Она проявляется, знаете, в ожесточении сердца. И человек, он перестает быть человеком. Он переходит на сторону тьмы. И вот все, что творится с дьяволом, творится и с человеком. У него появляется масса всяких, знаете, оскорблений в адрес. У него появляется, знаете, у него пропадает сон. У него пропадает радость. И поэтому человек себя заточает в определенную такую тюрьму. Поэтому Бог говорит, прощать нужно. Нужно прощать. Вот почему нужно ходить в церковь. Чтобы тебе научиться прощать. Если ты будешь одиночки, одиноким, ты не сможешь иметь взаимоотношения с Богом. Послушай, когда ты придешь на небо, если ты придешь на небо, я за тебя буду очень рад, то ты не увидишь там одиночек. Там все имеют общение, там все ходят в гости, там все радуются, там все бегут на прославление, там нету, знаете, ничего негативного, там одна радость на небесах, прямо сейчас. У нас сейчас собрание здесь, а там идет радость такая великая. И вы не увидите такого, знаете, что кто-то замкнутый сидит такой обиженный. Вы такого не увидите. Почему? Потому что он разобрался с этим на земле. Вирусных на небеса не пусят. Если у вас есть вирусы, вы заразите небеса. Зачем вы там нужен такой? Поэтому в церкви вы ходите, слышите, надо прощать, надо любить. Вот брат Владим сказал, что надо любить, потому что Бог есть любовь. Вы поверьте, Иисуса обижали, а он прощал. Видите, у него другой характер, чем у Люцифера. Итак, верить в Богу, это означает нести ответственность. Потому что Библия говорит, Римлянам 10-17, что вера отслышание, отслышание от слова Божья. Итак, откуда вера появляется в жизни человека? Отслышание слова. Вера в Бога появляется отслышания человека. Спросите наших детей, верят ли они в Бога? Они все скажут, что верят. Никто из них не скажет, я не верю в Бога. Почему? Потому что они от нас слышали, мы же верим в Бога, и мы слышим, мы говорим, мы молимся дома, и мы говорим, Бог есть, Бог такой, Бог помогает, Бог так. Они реально верят, что Бог есть. А если у них спросить, а вы Богу верите, здесь уже могут пойти, понимаете, уже разговоры. А как я могу верить, если я его не слышу? Понимаете? Здесь уже по-другому становится вопрос. То есть, когда ты на расстоянии, ты можешь говорить, да, я тоже верующий. Хорошо, расскажи мне о своих отношениях с Богом. А их нету. Их нету. Вы знаете, иногда в интернете появляется такая, знаете, информация, такой-то актер уверовал, стал верующим. Такой-то актер уверовал, стал верующим. А смотришь, жизнь не изменилась, в тех же фильмах снимается, те же боевики, те же взрывы, те же ненависть. Как он уверовал? Я думаю, это что, такая мода пошла, что ли? теперь быть христианином, это там модно. Там всю славу собрал, теперь здесь всю славу собирает. Нет, если ты веришь Богу, значит, ты Его слышишь. И наша задача перейти. И знаете, есть очень много людей верят. И знаете, они говорят, мне бабушка верующая, она мне рассказывала, бабушка молилась. И от бабушки он узнал, что есть Господь Бог. И он теперь верит в Боженьку. Хорошо, молодец, следующий шаг делай. Ты же сделал один шаг, ты уже поверил, Бог есть. Да, это хорошо, я не смеюсь над этим. Но есть и следующие шаги, теперь иди дальше. Тебе люди рассказали, что есть Бог. Ты теперь поверил, о, есть кто-то, кто может нас слышишь, а теперь иди и с ним поговори. Понимаете? И молитва это разговор с Богом. И когда вы говорите Ему, вы открываете свое сердце, все наболевшее, что есть у вас, все плохое, все хорошее, все открывайте Богу. Не приходите к Богу чистенькими, пушистенькими, знаете, только со словами любви. Он все видит в вашем сердце. Ему даже не надо ваших слов, он знает наперед. Подумайте. Просто это для вас полезно. Открывать Богу свои печали, открывать Богу свои сердца. И знаете, даже если у вас есть какая-то обида или непрощение на кого-то, откройте это Богу. Скажите, Господь, я реально ненавижу этого брата или этого человека, я реально ненавижу эту сестру, но я ничего не могу поделать с этим. Господь, помоги мне, и Господь даст тебе силу простить его и полюбить даже его. Вот когда мы честно приходим к Богу, вот тогда Бог помогает. А когда мы приходим, знаете, о, Господь, я тебя люблю, он знает, что это не так? О, Господь, ты мне так нужен, да не нужен он тебе, он это знает. Просто приди и честно поговори с ним, и он честно поговорит с тобой. Только разница будет такая, что когда он с тобой поговорит лично, ты начнешь ему верить. Поймите, тебе ничего не может сказать. Если он что-то увидит плохое в твоей жизни и скажет тебе об этом, то он только скажет, чтобы тебя вывести в хорошее. От плохого к хорошему. Он не сможет тебе причинить никакого зла. Поверьте, Бог не может у тебя забрать лучшее, чтобы дать тебе худшее. А обычно Бог так делает и никогда по-другому. Он забирает худшее и дает тебе лучшее. И я хотел бы сейчас обратиться к людям, и кто сейчас смотрит, и кто слушает здесь, перестаньте верить дьяволу. Очень много, много как бы процентов дня мы слушаем дьявола через негатив, через новости, через рекламу. Мы за этим всем, это все пытается скрыть от нас Бога. Все начинает прыгать, бегать, какие-то новости, такие новости, такие новости. Ты видишь моду, ты видишь одежду. Знаете, мне Господь проговорил на этой неделе и сказал, хочешь узнать, язычник ты или нет? И я такой стал размышлять, и внутри такое стало появляться, что если все твои мысли, если все твои разговоры сводятся к еде, к одежде, да, то ты язычник, ты никакой не верующий. Если это смысл твоей жизни, материальные вещи, то ты язычник, ты живого Бога, не знаешь. Ты знаешь, ты слышал, что Он есть, но ты Его лично не знаешь. Все твои мысли только об этой земле. Ты язычник. Я стал анализировать, может, я тоже язычник, может, я только думаю, что я верую, что я христианин, может, я тоже язычник. и вы знаете, я зашел в магазин, там, присмотреть себе что-нибудь новенькое. Ну, много всего, выбор большой. И вы знаете, я ничего не купил, и я вышел таким счастливым. Я вышел таким счастливым. Если вы хотите быть счастливым, можете попробовать, может, у вас тоже сработает. Зайти в магазин, перетрогать, пересмотреть все и просто выйти оттуда. Подумать, ты мне это не надо, у меня все есть. И ты выходишь свободным оттуда. А так, денег потратил, думаешь, где же теперь взять проблемы, надо работать и так далее. Надо теперь длинными днями надо возвратить. А так, выходишь таким свободным. Знаете, Господь заботится. Когда мы на первое место ставим Царство Божие, духовные вещи, то Господь Он и дает и материальное. Потому что Бог создал нас в материальном мире. И одежду дает тебе, и пищу дает тебе, и что пить тебе тоже даст. Поэтому я хочу вас очень попросить, перестаньте верить дьяволу. Вы не представляете, как дьявол каждый день с вами разговаривает. А со мной разговаривает дьявол? Конечно! Что думаете, Бог только с вами разговаривает? Только когда вы уверовали, все, Бог изгнал дьявола, все, не подходи к нему теперь на сто километров. Я буду с ним разговаривать. Нет. Дьявол приходит, говорит, с вами каждый день, с утра раннего. К вам такие мысли могут приходить. Я часто видел себя на работе, работаю, и вдруг дынься, или ударишь, или что-то сделано. и такой просто вся приходишь. А я варился в негативных мыслях. Я просто реально думал сейчас о плохом, о плохих каких-то людях, о людях, негатив какой-то думал или что-то еще. Мне просто Господь говорит, стоп, хватит. Израильский народ не мог войти за неверие. Вошли их дети. У них проблем с неверием не было. Они не видели фараона, они не видели всех проблем, они просто верили в Бога. Бог говорит, мы делаем. Для них вообще не было проблем. Были два человека в этом же народе, Иисус Навин и Халев. А у них был совсем другой дух. Они верили, когда другие говорили о проблемах. Эти говорили о славе Божьей. Они говорили, вы что, эти великаны достанутся нам на съедение? Да это ерунда! Эти неприступные стены, для нас это проблема, но не для Бога. Эти стены пали. Просто представьте, пали. И когда ученые сейчас раскапывают, делают свои заключения, они говорят, что они вдавлены были в землю. Просто вдавлены. Как можно вдавить городские стены? Огромнейшие, там великаны жили. Как их можно вдавить в землю, если они стояли веками? И ничего с ними не происходило. И тут все разрушены были стены. Как? Бог знает. Он стоит за своим словом. И если с твоей стороны все, что нужно, это согласиться, ты не обдумывай, а как это будет? Как это моя сухая рука станет нормальной? Ну как? Мне Иисус говорит протянуть, так если бы она работала бы? Ты логику свою не включай, ты просто делай, как тебе говорят. Протяни сухую руку, значит бери и протягивай. Когда принял решение протянуть, она моментально становится здоровой. Ты говоришь, ну как я буду закидывать сеть? Как? Я работаю, ничего не зарабатываю. тебе приходит Иисус и говорит, у тебя столько скоро будет, ты столько скоро заработаешь, тебе страшно будет, у тебя испуг придет, как такое может быть? Как такое может быть? Это Иисус. Иисус знает, и Он подписывается под Свои слова. Если Он тебе что-то говорит, верь Ему и сделай решение, не верить дьяволу, ни при каких обстоятельствах, даже если ответы не придут, как сказали Сидрах, Месах и Авдинага, царю сказали, что мы не будем твоему царскому указу слушаться, мы верим, что Бог спасет нас, даже если не спасет, все равно не будем тебе слушаться, что это нарушает нашу веру. Они сохранили свою веру, что вы думаете, их кинули в печь, в огненную печь, и царь наблюдает и говорит, слушайте, их же трое было, когда мы в печь кидали, их же трое было, а почему они, во-первых, ходят внутри печи, внутри огня, и с ними четверо, почему, откуда четвертый взялся, кто это? Это Бог, это Господь Иисус, ты пойми, что у неверия плод, конец, неверия это смерть, у веры конец это жизнь, ты выбираешь, только ты выбираешь, что тебе, какое тебе направление выбрать, или вниз, или вверх, продолжай верить Богу, продолжай, не смотри на обстоятельства, обстоятельства тебе скажут другую информацию, но ты продолжай верить Богу, продолжай верить Богу, и если ты еще не веришь Богу, а просто веришь в Бога, я за тебя рад, но сделай шаг, начни верить Ему лично теперь. Познакомься с Ним. Покайся в своих грехах. Прими. Поверь в Него. Прими Его. И Он с тобой начнет говорить. Хотя ты не осознаешь, что Он уже давно с тобой говорит. Ты просто игнорируй. Ты не понимаешь, что это Бог. Ты не понимаешь, что это Бог.